всем привет дорогие друзья мы начинаем нашу замечательную прекрасную вашу любимую программу двр с вами как всегда прекрасная ведущая никита никитина и сегодня у нас в гостях прекрасная лиза лукашина лиза привет наверное меня знают больше как исполнительницу и поэтессу но помимо этого еще журналист переводчик я закончила лингвистический университет я совершенно знаю немецкий английский еще учу нидерландский язык поэтому в церкви могу служить тем что перевожу пробовать и вот как раз команде да вот мой следующий вопрос был как раз про служение ты так много всего делаешь ты занимаешься служением да конечно это мой приоритет в принципе то что я делаю это есть служение но если конкретно говорить о церкви я служу в команде прославления и в команде переводчиков время от времени появлялись тоже это очень сильно я так понимаю что ты помимо того что ты двр раз ты попал на эту программу ты еще и dsp и правильно понимаю ну ребенок пасторов да ну да это так мой папа пасторствует и это откладывает свой отпечаток наверное расскажи каково это было расти в семье пасторов отпечаток свой конечно это оставляет потому что родители все время служение и родители это делать посвященно я могу сказать я всегда это принципе повторяю одну и ту же фразу мои родители свою жизнь положили на алтарь служения и это то что в принципе меня привлекло к богу это то из-за чего я в него влюбилась наверно в первую очередь и когда же ты влюбилась в бога в служении но мне захотелось знать бога в 13 лет 13 лет я поняла что я не верю в бога при том что у меня верующие родители они служат в церкви они занимаются музыкальным служением но у меня был другой запрос к богу я говорила господь я в тебя не верю но я хочу верить то есть видя то как мои родители живут как они свою жизнь и свои убеждения проживают я понимала что бога не может не быть но вот именно на чувственном уровне у меня его не было внутри мне хотелось его приобрести и наверное с этого мы начинается путь и и что не было никаких ситуаций когда отходила нет вот в моей жизни конкретно бог миловал у меня не было таких разрывов уходов но я могу сказать что все равно как верующий человек мы иногда начинаем увлекаться какими-то вещами в жизни это это может быть работа классно это может быть учеба друзья и конечно фокус смещается ну тоже этим грешила конечно но вот ты сказал фокус смещается то есть тебе было интересно я не могу сказать что он не было интересно своими какими-то развлечениями но элементарно рутина и общение с неверующими людьми она какое-то конечно воспроизводит свой эффект и ты становишься таким человеком в церкви но и человека мира в том плане что ты служишь мирскую музыку ты общаешься с не верующими ребятами и их какие-то темы становятся твоими тем чтобы друзья поэтому конечно и очень тяжело на самом деле эту грань определить для себя то есть где я стал мирским человеком и вот ее бы найти вот не переступать затронул моменты тем более музыкант музыка для тебя насколько ты думаешь для вообще детей верующих родителей родители вообще правильно разрешать слушать музыку который не христианский но я так скажу запрещать наверное еще хуже в том плане что запретный плод сладок и мне никогда не запрещали но я очень много слышала о влиянии музыки я понимала что бог все строил словом и мы не знаем была ли в раю музыка но все-таки мне кажется что она там могла быть и соответственно это тоже инструмент влияния музыка она разговаривает за душой человека поэтому то чем мы наполняемся ведь музыка то которым мы слушаем она практически 98 процентов она всегда с текстом вот и что этот посыл в себе несет тоже большой вопрос как это решается на людях твоя музыка только недавно я начала собирать все свидетельства и какие-то сообщения которые люди присылали по поводу того как вот моя творчество возможно влиял у них один человек он написал что 2017 году он проходил реабилитацию в башкирии от наркозависимости и в этом реп-центре оказался мой диск и он просто слушал и также братья и какое-то время пока он там был эта музыка помогала ему просто вот оставаться с богом просто разговаривать с богом сейчас он стал руководителем этого реп-центра в новосибирске вот так нужно заводить друзей и я понимаю что в этом не моя заслуга небольшая я записал то что мне дал бог но заслуга этого человека в том что среди огромного количества музыки он выбрал музыку которая строила его жизнь то есть она позволяла бога музыка прославление она имеет исцеляющие действия и человек иногда включая ее он просто не даже не замечает как бог просто его душу открывает он исцеляет и совершенно обратный эффект у такой музыки то есть она деструктивно и не знаю возможно человеку нужно быть ближе с богом чтобы это чувствовать вот так вот в духе что я сейчас что-то делаю не то я отхожу от бога в этом плане чувствуешь близкая до постоянно общение с богом ну в последнее время да и я стараюсь я стремлюсь к этому общению потому что я вижу что происходит с моими друзьями и в том числе с некоторыми ребятами в церкви я я боюсь я не хочу что вот и какие ошибки ты видишь допущены этими людьми или их родителями мы этой программы максимально стараемся помочь и родителям и детям понять какие ошибки совершены как их избежать что что мы можем вообще принести не могу так сказать я например своей семьи понимаю что родители они не виноваты честно вот они не виноваты но у всех конечно разные родители разные ситуации но родители самом воспитании они тоже импровизируют они пытаются они находят этот путь нет идеального пути воспитания детей если бы он был наверно все бы мы его знали и соответственно когда человек делает свой выбор родители не могут нести ответственность за этот выбор я всегда говорю что нужно себе подбирать правильное окружение мое окружение меня формирует давно и это люди которые также идут за богом они служат праздное окружение будет формировать чудовище чудовище которое спит духовно спит сознательно это и тогда элементально поэтому очень часто как-то мы перекладываем собственную ответственность на родителей ну родители не дали мне то или родители не понимают или родители там может не так служит или не в той церкви или они консерваторы то есть мы слишком огромную ответственность на них возлагаем как родители потому что они они им бог доверил нас но все-таки когда мы уже пришли к богу мы несем полную личную ответственность за то что с нами происходит и родители они как ориентиры конечно они могут вот нас направить но все-таки куда ты будешь идти зависит только от тебя ну а до какого возраста ты считаешь что ребенок способен для себя определять ну как бы строить этот выбор до какого-то же возраста ребенок не понимает где добро и где слово но конечно я могу так сказать если наверное по библейским принципам правильно ну и вообще это как-то мы понимаем себя общая человеческая ценность родителей нужно слушать до самой смерти ну вот бог их дал да нам как в помощь они уже больше прожили априори прожили и поэтому я думаю что трудно определить есть люди сознательные в очень раннем возрасте самый важный жизненный урок который тебе передали твои родители принцип номер один всегда был любите господа эта фраза вот цитаты до великих моя мама говорила на протяжении огромного количества лет когда благословляла нас братом она всегда владеть и любите господа она иногда начинала плакать потому что она понимала что варить ли могут дать все но то чего они не могут с днк передать так это вера в господа и нагрелся доверьте любите господа потому что и любовь пока как ты понимаешь вот божье извини что перебил божья любовь вот максимально сложное понятие для каждого человека любовь любите богу что как проявляется любовь но мы знаем что любовь это дело господь свою любовь доказывал делом он умер за нас соответственно я думаю что нам вот преображаясь в христа трансформируя всего образ нужно принять именно этот путь путь смерти для себя и путь жизни для христа то есть что это такое мы все прекрасно знаем что это это распоминать свои похоти свои страсти желания какие-то я не говорю что мы должны быть обезличенными роботами но мы сами прекрасно знаем да что нам мир предлагает и что из этих всех вещей не ведет к славе божией то есть я думаю что прекрасная мирила всего это следующая фраза если тебе не стыдно это делать при иисусе христе то ты в правильном направлении как ты чувствуешь нас церковь оптимизируется под современный мир тенденции или все-таки не стоит подстраиваться ставаются консервативными я придерживаюсь того понимания что где иду господь там свобода но это свобода на то чтобы быть под благодатью да но не грешить а именно не грешить чем больше мы запрещаем да мы это ограничиваем тем большее желание есть это это узнать это взять хотя бы даже из соображений того что вот знаете наперекор сделал ради говорят а я не вот именно даже вроде понимаю что не хочу делать но и вот именно из-за того что родители убеждены что так делать нельзя так хочется сделать но это мне кажется с этим сталкивались ты вообще когда начала примерно узнавать лично для себя библию это произошло четыре года назад примерно но может быть даже лет пять так давай тогда сколько тебе сейчас 24 год сейчас тебе дочь и серьезно начала читать библию наверное лет пять назад когда узнала о такой интересной группе вконтакте библия за год я услышала рекламу этой группы анонсировали ребята которые создали анонсировали на конференции искали что если вам интересно присоединяйтесь а поскольку у меня было разрозненное такое чтение библия очень сильно я решила как-то все это упорядочить своей жизни вот четвертый год подряд и читаю библию я считаю что это лучшее решение одно из самых лучших решений которые приняла потому что каждый раз я не то что открываю заново что-то этом читаю мне какие-то невероятные откровения и даже вот в этот это уже четвертый или пятый год я начала просто записывать вот какие-то вещи они просто открываются эти близкие герои и вот эти связи внутренние они еще больше переплетаются я понимаю насколько это прекрасно это сильно но раз ты говоришь что ты читаешь так много мы сейчас проверим насколько же хорошо ты и так чем иисус сумел накормить 5000 7 хлебов и 12 рыб 5000 хлебов и 10 рыб 4 хлеба и 3 рыбы или 5 хлебов и 2 рыбы последний вариант ладно это правильный ответ ну она чья жена сказала ему проклясть бога и умереть жена я даже не прочитал варианты но это правильно что просил царь соломон у бога пони богатство мудрости знания или долговечие согласно евангелие от матфея 22 32 какого бога нет злого нарушителя грешника или мертвого сложный вопрос мы знали что евангелие да так я думаю что наверное нарушителя где-то же так подумал но нет мертвого маячка с кем давид совершил измену ханна долила ее звали ревека или вирсави чими родителями были давид и вирсавиа царя саула царя и ареда царя давида или царя соломона так не знаю насколько еще имеет смысл продолжать эту игру наверно все поняли что она хорошо знает ну давай еще несколько вопрос один вопрос да какая самая короткая книга в библии псалом 119 послание иуды книга пророка авдия или второе послание и она ладно я думаю что можно заканчивать программу потому что это правильный ответ хорошо мы поняли что ты хорошо знаешь библию это большой респект какой самый запоминающийся в той жизни был не христианский поступок но за который тебе стыдно или ты уже покаялась но таких много на самом-то деле их много но я даже вспоминаю вот элементарно из детства я помню как один мальчик значит что-то там обидел мою одноклассницу и мы взяли его дневник и в общем-то наставили ему двое тогда я всю жизнь это помню очень очень стыдно потом другой случай это когда я разбила вазу а скинула все на брата тоже уже извиняюсь всю жизнь она и много таких ситуаций даже вот в жизни элементарно кого-то возможная или словом как-то или делом обижаю я просто не могу вот такой яркого когда я я родители мне кажется много обижаю и вот когда мы например они что-то советуют мне кажется что я могу сделать это как-то по-другому и я понимаю что ну что мне жалко согласиться и сделать зачем вот гнуть свою линию все-таки это их здоровье это их нервы но ты все равно гнешь на за это но по-разному бывает бывает гнул линию а потом все но дело как родители либо до конца с вами бывает по-разному но мне за это стыдно потому что я понимаю что все-таки родители они в три раза сильнее переживают чем ситуация но я думаю что ты на самом деле очень много сегодня говоришь про родителей у я вижу тебя очень тесная связь и хорошее воспитание а как бы ты воспитывала своих родителей своих родителей детей но или родители как бы своих ты воспитывала тоже ну я по своей семье и наверное по небольшому бэкграунду моих родителей понимаю что очень важно иметь близкие отношения просто любовь друг друг с другом потому что дети очень восприимчивы к любви к этой стране и например моему отцу не хватало отношения с отцом потому что его папа неверующий человек к сожалению я понимаю что он очень страдает и переживает до сих пор это соответственно в отношениях со своим сыном папа иногда бывает строг и я понимаю что это тоже следствие того что когда-то ему к нему не проявляли такой любви тебе такой строгости папа вообще у нас такой человек достаточно строгий но это не из-за того что у нас не любит больше наверное именно потому что нас любят и он это его язык любви он старается корректировать и вот в отношениях со мной он главный критик у меня очень воспитывает так строго как спартанца то есть критикует говорит какие-то вещи которые но почему я девочка хочу ходить в платьях я не хочу услышать критику что-то этой серии вот но я понимаю что именно благодаря ему какие-то неприятные ситуации которые со мной происходят я уже совершенно по-другому воспринимаю и реагирую по-другому потому что у меня уже вот есть это стержень а слезливое все состояние она уже выбито просто папа из годами и ты бы использовала такой принцип как бы выбивание из детей слезы до того как это сделать руки со своими детьми но баланс должен быть во всем баланс я вот реально молюсь о том чтобы бог давал мудрости во всем особенно в этом известно ли тебе твое призвание да конечно я думаю что много лет назад когда я первый раз услышала именно услышала вот стихи и музыку этот момент стал решающим для моей жизни потому что я понимаю что бог дает мне умение обращаться со словом слова это самое сильное что есть словом все сотворено поэтому своей жизни я стараюсь со словом обходиться осторожно и в жизни других людей то что я говорю и провозглашаю других людей этого я считаю что мое призвание это именно направлять божьи слова поэзию музыку наполнять ими мир давай вот послание прям сейчас чтобы приняли в свою жизнь я хочу сказать о том что невозможно передать веру родителей не каким-то навязанным образом не даже через знания это очень сердечно личное душевное откровение я просто желаю каждому человеку чтобы он осознал что жизнь без иисуса христа она не имеет никакого смысла что эта вера она не просто преображает жизнь но она дает эту жизнь и я желаю каждому найти иисуса христа который я нашла ради которым я живу с вами был никита никитин лиза лукашина молодец всем пока